Настало время очередного автопутешествия по Донбассу. На этот раз я выбрал два города Снежное и Торрес. Сегодня мы побываем в интересных местах этого региона, покажу как выглядят села на Донбассе, посмотрим на святой источник поселка Ремовка и увидим жизнь за пределами Донецка. Степи занимают большую часть на Донбассе, только в балках растут густые и кое-где даже непроходимые байрачные леса. Остальная же часть земли в большинстве своем была населена первостепью. Первостепь – это форма ландшафта, которая никогда не подвергалась вмешательству извне. Это земля, которой никогда не касался плуг, на которой никогда не велись хозяйственные работы. Курган в Шахтерском районе – одна из высот Донецкого кряжа. Это Саурмогила, 278 метров над уровнем моря. Место представляет собой останки одного из размытых отрогов Донецкого кряжа. Большей частью состоит из песчаника. Также попадаются друзы горного хрусталя. Саурмогила видна на расстоянии 30-40 километров из-за того, что окружающая местность относительно ровная. Если по хорошей погоде посмотреть на юг, то можно увидеть Азовское море. Саурмогила видна на расстоянии 30-40 километров. И вот так выглядит источник в этом поселке. Сейчас покажу вам немного домов, которые уже, к сожалению, разрушены от времени. Это, по идее, чей-то был участок. Ну и, соответственно, здесь люди жили. Вот так это сейчас все выглядит. Колодец. Ну и вам скажу, метров так 7, может быть 6. Ну, внизу вода есть. Такие вот деревянные колодцы были. Ну и смотрите, с чего устроились дома. Это, как видите, жужжалка. Облицовочная стена не сильно толстая была. Ну и внутри перегородки сделаны с глины и соломы. Это, наверное, летняя кухня была, пристройка. Из кирпича. Ну и вот деревянные окна. Такие раньше делали. Ну и вот, уже крыша прогнила. Все посыпалось. Дом был одноэтажный. Это сверху чердак. Там в основном что-то держали, прятали. Это я вам не подскажу. Ну, здесь уже из камня сделано. Так как здесь каменистая местность. Поэтому везде камни окружают нас. Да, кто-то когда-то строил это все. И сейчас, вот видите, даже перепонки делали. Укрепляли арматурой. Ну, как арматурой? Проволока обычная. Что, давайте спустимся к источнику. Так и живут в селах. Свои дома, хозяйство, огород. Чем тут еще заниматься? Это вам не город. В магазин пошли, купили помидоров и огурцов. Здесь все выращивают. И плюс это домашнее и дешевле. Отчасти жизнь в селе в каком-то плане лучше, чем городская. Плюс свои продукты. Для кого-то будет большой минус. Это постоянная работа. В 5 утра встали. Пока хозяйство все покормили, поубирали. Уже и надо собираться на работу. После работы пришли. Покушали и опять работать. Ну и вот зоопарк. Убедительная просьба птиц не кормить. Вот это петухи, фазан, голуби. Павлин. Будешь открывать свои перья? Показывать красоту? Там еще пернатые. Ну и здесь курочки с петушками. Вот что дальше там ослик спрятался. Давайте его навестим. Посмотрим, как он здесь живет. Ну что ты, ослик? Малыш. Сейчас мы тебя погладим. Что, не хочешь? В неволе тебе здесь неохота жить. Ну а что поделаешь. Смотрите, какая расцветка у него. Ладно, не будем тебя тревожить. Мы пойдем дальше. Что-то тебе бочок почухать. Так вот у тебя где чешется. Поэтому ты голову и убирал. Да, бедняга. В клетке, конечно, жить так себе, я тебе скажу. Здесь камнем дорога выложена. Все культурно сделано. И вот это святой источник. Ехали за 3-9 земель, чтобы набрать водички и умыться. Сейчас умоемся и две бутылочки наберем. Я надеюсь, немного исцелился. В этих источниках вода около 7 градусов круглогодично. Поэтому для вас она будет казаться холодной. Ремовскому источнику уже более 300 лет. В 17 веке на здешних холмах стояли казацкие форпосты. После боев раны людей и лошадей омывали водой из источника. И они быстро заживали. Местная легенда гласит, что когда Петр Первый ехал на Азов корабли строить, именно тут проходил его путь. На простое царь испробовал водиться из Креницы и оценил ее по достоинству. Рядом с источником построена купель. Несмотря на довольно низкую температуру 8 градусов, еще никто из окунавшихся не простудился. А наоборот, вода дарит исцеление. Рядом находится храм. Давайте посмотрим, что там внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Заселение территории, где расположен город Снежное, началось 1784 года, когда казачий старшина Иван Васильев с разрешения войскового круга области войска Донского открыл постоялый двор возле Снежного места. В 18 веке почтовые ямщики так называли Балку Погорелую, ныне центр города Снежного, которая в зимнее время становилась непроезжей из-за снежных заносов. Территория, прилегающая к постоялому двору, в начале 19 века была заселена крестьянами. В 1900 году вокруг Снежного начали добывать антрацит. С разрешения правительства русские иностранные капиталисты скупали у местных помещиков и кулаков земельные участки для закладки шахт. Так возникли шахты сахарозаводчика Бродского, фабриканта Прохорова, купца Ивонина, предпринимателя Кольберга и других. С открытием 2-й Екатериновской железной дороги расширился рынок сбыта донецкого топлива. Это способствовало росту каменноугольных предприятий Снежного. Сооружались новые шахты. Давайте отправимся в северную часть города. Там расположен парк Комсомольский. Но здесь присутствует искусственное поле для футбола. Не в каждом городе вообще такое увидишь, но в Снежном есть. Ворота с той стороны сетки нет и с той нет. Зато по бокам есть. Сейчас не лучшее время года для игры в футбол, но летом здесь играют. Тир, детская площадка, справа и с левой стороны лавочки. Вот здесь клумба с цветами. Чуть дальше от здания. Еще видите, выложено все плиточкой. Представьте, как раньше люди заморачивались. Еще и красиво получалось. Не знаю, восстанавливали это или нет, но выглядит интересно. Раньше любили так украшать здания. В этом городе мне нравится расположение домов и сооружений. Знаете, вот стоишь на улице и здесь не чувствуется ограниченного пространства. При проектировании города здесь очень хорошо поработали в плане организации расположения центральных улиц и площадей. Давайте отправимся в один из магазинов, где мы посмотрим некоторые цены на продукты. В центре города расположен Снежнянский музей боевой славы. Открыт в 1968 году. В фондах музея хранится свыше 14 тысяч музейных предметов. Центральное место в музее занимает полномасштабная диорама «Штурм Саурмогилы. Август 43-го года». Много экспозиций связано с оккупацией города, освобождением Донбасса, других городов Советского Союза и стран Западной Европы. Ну что ж, на Снежное посмотрели. Теперь отправляемся в Торрес. Расположен 66 километров от Донецка, на железной дороге Дебальцево-Иловайск. Археологические памятники свидетельствуют о том, что территория нынешнего города была заселена еще в древние времена. В поисках земли и свободы сюда бежали от гнета помещиков крепостные из центральных губерний России. Несколько беглых семей облюбовали себе место для жительства, услияние речек Орлово и Севастьяновки. Так возник безымянный поселок, положивший начало нынешнему городу Торезу. В последующем его также называли Чистяково и Алексеевка. Как приезжие сезонники, так и местные жители, работая на шахте, подвергались беспощадной эксплуатации со стороны шахтовладельцев. Условия труда и пита горняков были исключительно тяжелыми. Работать приходилось по 12 и более часов в сутки. Орудиями угледобычи служили лишь обушок, поддир и лопата. Для освещения применялась мазутная лампочка-коптилка. На сегодняшний день Торез мало чем отличается от городов на Донбассе. Но многие, кто здесь родился и вырос, всегда будут считать эти места какими-то особенными и запоминающимися в память надолго. Сегодня я показал вам некоторые интересные места на Донбассе. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!